Танцоры, сегодня прекрасный праздник, День Учителя. Учитель это такое высокое слово. Учителя нам дали путевку в жизнь, научили нас всему, уму-разуму, скажем так. Конечно, сейчас учителя учат детей онлайн, учат в подвалах, учат, ну я не знаю где, как, в общем, находят время и где-то учат наших детей. Я хочу сказать, я хочу пожелать учителям, если у нас на танцполе есть учителя, я немного знаю, вот Вася и Люда, я вас поздравляю от нашей компании, идите сюда. Вот, ну, если учителя, ну, есть и стесняются, ничего страшного, я пожелать хочу всем учителям, чтобы был мир, мир-мир и здоровье им, тогда наши первоклассники, которые вот идут в первый класс, они будут радоваться, то, что они поступили в первый класс, в школу, они как вот во время нашей войны прячутся, не могут узнать, что такое первый звонок, радоваться жизни, действительно. Ну, спасибо хоть и так, хоть и так спасибо. Нашему мэру спасибо Тереху, он защищает, очень много делает для учеников. В метро тоже люди очень много учатся, спасибо им огромное. Моя подруга Танюшка, она тоже учитель математики. Танюша, я тебя поздравляю, желаю здоровья, счастья, любви, процветать и будь любима. И все, кто учителя, кто есть тут, нету, кого уже на свете нету. Кстати, у меня мама тоже, Царство и Небесное, была учителем русской литературы. Так что, кто есть учитель, кого нету, всем поклон за мной, потому что учителя — это высокое слово. Вот, метана, да. Спасибо. Ребята, а вам тоже здоровье и счастье, любви. Уважаемые друзья, хочу поздравить, я, так сказать, пенсионер, учебный пенсионер с 30-летним педагогическим стажем. Хотел бы поздравить всех педагогов, преподавателей, кто еще работает, кто на пенсии. Пожелать счастья, здоровья и терпения в это наше нелегкое время. Поэтому всех благ вам, дорогие учителя. Танюша сейчас хочет сказать, наверное, стихами. Наверное, стихами, точно. Ну, уже Натюша представила, что я учитель математики. Сейчас я, конечно, уже не преподаю, я работаю в терцентре города Змеева. Ну, с некоторыми учениками еще занимаюсь дома по математике. Я хотела бы поздравить тоже всех учителей. Все прошли, порог мы школьный. Помним теплых лет тепло. Космонавт или художник, разве мог быть без него? Сколько сделано открытий. Мы за партию, друзья. И от сердца к сердцу нити оборвать никак нельзя. Труд учителя не видно. Он не в тоннах, не в тюках. Результаты, очевидно, подсчитаются в веках. Так восславим же сегодня. Возведем на пьедестал. Ты и я, пилот и доктор. В общем, тот, кем в жизни стал. Поздравляю всех еще раз учителей. Наш Владимир тоже подсвечает стихи учителям. Добрый день, дорогие друзья, учителя, профессора. В принципе, мы все воспитатели. У каждого из нас есть дом. В доме дети. Все мы воспитатели и учителя. В основном все мы из советского прошлого. И помним нашу первую учительницу. Многих учителей, которые нас учили. Я лично закончил три школы. Початкову, восьмеричную. И школу номер два города Змеева, где учился наш первый космонавт Игорь Волк. Его родная тетя была моим классным руководителем. Их, конечно, уже нет в живых. И это стихотворение я посвящаю в память моим учителям, которые ушли. Вирш на украинской мове, я думаю, мы добро разубьем нашу спевучую соловьину. Я учительку, добру учительку, не любил заказанні звичаї. И на рідко своими вчинками я доводил ее до витчаю. Станова насила, захмурена, в меня втупиться окулярами, потом так не одразу скрипни голосом, мов пером. Павленко, я прошу тебя выйти из класса. Друзі нишки на раз кругом. А я наивно вкривляв гримаси, поднимаючи сміх, мов куряву. До побачення, кидав басов я педагогу своєму хмурому. Все минулося, і як жаль мені, ті літа, що кривлянням в жалені. Давно промайнула дитинство діє, зрела осінь, вже йде сама. Як би випачитись хотів я, але вчительки вже нема. Вже нема її на світі, є про неї лише пісні. Є могила її, де квіти, мої квіти лежать сумні. Спасибо. Спасибо всем за внимание. Пусть і здорові. Девчонки, военні, які закінчили...